Ребят, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и это будет весьма необычный видеоролик. В этом видео мы будем с вами смотреть... до чего я докатился... мультики. Мультики про консольные войны. Если что, я никогда не смотрел данный мультик и нашел его случайно, мне выдал его в рекомендациях. Мультик называется «Консольные войны. Гибель Xbox One». Ну, у меня ведь, типа, посвящен каналу Xbox One, и, по сути, я должен обозревать все, что касается Xbox One. В этом видео мы будем смотреть с вами этот мультик, я буду давать комментарии, и вы просто будете смотреть на мою реакцию. Ну, а также вы посмотрите этот мультик вместе со мной, поскольку вдруг вы его еще не смотрели. В общем-то, у меня все готово, поэтому погнали! О, что это за шедевр? Целое поколение Xbox One сосал в заглот. К лету 2019 нашей эры ничего не изменилось. Это было грубо. Ищите дальше, геймеры! Xbox Store, копайте в поиски игр. Магазин ломится от контента. Остается найти его. Тонко, 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 очень тонко. Меня это достало! История повторяется, не правда ли? Вы заметили, как у Xbox One X приклеен мертвый Kinect? Это действительно, да, это действительно очень тонко. Это прикольно. Кто не знает, то Kinect уже умер, и если он работает, то у него лампочка. И как бы его нельзя подключить, как с Xbox One X, и поэтому он там приклеен на клеящуюся ленту. Очень оригинально. Окей, давай дальше. Геймеры на баррикады! Арестовать! Трикнуто сообщество ему по спине! Дайте ему достижение! Достижение, знай свое место, разблокировано. Я геймер! Я че-то не ожидал, что... И меня всю жизнь преследуют! Вам меня не сломить! Мы требуем больше игр! Убить! А остальным геймерам плесните еще бульончика пабычи. Слушай, это, по-моему, один из оригинальных мультиков. Я только начал его смотреть, да он мне уже нравится, поскольку я понимаю всю тему ситуации с Xbox One. Я понимаю, в чем минусы, в чем плюсы, и как бы слежу активно за тем, что происходит в игровом сообществе. И, в принципе, оно передает всю суть. Пока что. Я не знаю, как будет в конце, но пока мне это все нравится. Разве я не милосерден? Разве не великодушен? Больше они не выдержат. Какова готовность к Е3? Пока игр нет, сэр. Но мы отрыли парочку камней. Они похожи на игры. Если что, есть Хейло 6. Глупец! Так нельзя поговорить. Правильно, инфинит. Бесконечность больше 6. Господин! Дикари с Востока отказываются идти на Е3. Кто из них? Попробуйте угадать. Прикольно, прикольно. Ау! Выходите, злобные плейстейшены! Мне птичка напела, что вас не будет на Е3. Могу лишь предположить, что это ошибка перевода. Перевод точно верный. Мы не пойдем. Нас не заставить. Слушай сюда, мудень. Рано или поздно геймеры поймут, что у нас нет новых игр. И не будет. Наша последняя надежда, это направить их ненависть друг на друга. На Е3. Наши геймеры накормлены досыта. Они ждут последний из нас два. Все хорошо. Последний из нас тоже не вечны. Пляшите в вашем глупом цирке вместе с Нинтендо одни. Вот это была очень тонкая шутка, поскольку действительно как бы есть подозрение, что и у той, и у той платформы действительно не было годных реальных релизов на Е3, что, ну, в принципе, наверное, так и было. Но! Нинтендо зашквар! Это беспрецедентная катастрофа! Теперь Е3 нельзя провалить! В какой момент все стало так сложно? Мне гложет сомнение, сэр. Возможно, Xbox One пора отступить. Следи за тем, что мелешь. Нет! Теперь все зависит от Филиппа. Филипп, это, видимо, Фил Спенсер. Сейчас мне интересно, как его покажут. Знаешь, что делать. Выбора нет. Дамы и господа, Фил Спенсер. Дамы и господа, Киану Ривз. Я люблю игры. Постоянно в них играю. Это очень годно. Это очень годно. Потому что так оно и было. Когда показали Киана Ривза на сцене Е3, ну, все просто охренели. Это же Киана Ривз. И все даже забыли, по-моему, про Киберпанк. Орали, что там есть Киана Ривз. Как он это делает? Действительно, как? Почему? Нинтендо! Они промывают нашим геймерам мозги! Играми! Это все? А, нет, это не все. Ну, да. Пиздец с Xbox, походу. Это еще не конец. Слышишь? Мы вернем себе геймеров и выколем им глаза! Игры Нинтендо не смогут их пленить, если они их не увидят! Опана. Что? Зачем? Сэр, я... Мне жаль. Поколение сильно затянулось. Xbox One, пора положить конец. Я люблю тебя! Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя! Люблю тебя! Я тоже вас люблю! Как... Мужчину? Оу! Как друга! Оу! Все? Да, знаете, на самом деле, этот мультик достаточно прикольный. Там, как бы, такие, вроде, толстые шутки для геймеров, да, но для обычных пользователей они будут непонятны, типа, че? Че? И че, Киану Рис и так далее. А те, кто следит за игровой индустрией, те, кто шарит, что происходит в консольном сообществе, типа, кто срется с кем, кто что показывает и тому, ну, это реально годно. Это... Я первый раз смотрю такой мультик и, в принципе, он реально прикольный, он оригинальный в каком-то плане. Ну и да, как бы, если вы шарите, вы с него орнете. Типа, вау, клево, это круто, это смешно. Это действительно смешно, но для узкой аудитории, а именно для тех, кто шарит, что такое PlayStation, что такое Xbox, и что происходит вокруг них. Если что, данный видеоролик я нашел на канале «Рыжий пёс», если что, это не реклама. Канал «Миллионик», он, короче, видимо, переозвучит американские мультики на русский язык. И, короче, респект каналу и респект этому мульту. Если вам нравится такой контент, если вы бы хотели, чтобы я еще как-то посмотрел такой мультик, разжевал вам или, там, дал свою реакцию на него, поэтому, ребята, с вас лоит. По мне он прикольный. Я когда-то о нем слышал, да, но я никогда не смотрел его. Но у меня появилось желание посмотреть и другие серии, поэтому, если вы хотите, то пишите об этом в комментариях, с удовольствием их посмотрим. А так, действительно годно. Мне больше всего понравилось, как, типа, элитный, самый главный, привязал себе кинектный изоленту. Это, конечно, как бы, это оригинально, да, согласен. Ребят, на этом у меня все. Если понравилось видео, то ставьте лайк, пишите в комментарии, нужен ли вам такой контент, пишите, смотрели ли вы этот мультик и как он вам. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok